Субтитры делал DimaTorzok Сразу предупреждаю достопочтенную публику и прошу ногами не бить, а столько, поскольку отношений к яхтингу и недо-яхтингу до сего момента не имел. И мнение выражаю исключительно дилетантское и как бы взгляд со стороны. Ведь чем, к примеру, доктор Ватсон занимался? За Шерлоком Холмсом таскался, да книжечки потом про это писал. Вот и я тем же решил заняться. Так вот, в лето 2010-е, от Рождества Христова, наша доблестная команда, состоящая из Шер... то есть Анатолия Борисова, капитана Катамарана Плюмбум, меня, матроса Гусева и примкнувшего к нам бывалого самоопределяющегося шкипера Филиппа Голубева, приняла участие в Волжско-Камской регате. Волжско-Камская регата традиционно проводится с 2003 года Федерации парусного спорта Республики Татарстан. А Андрей Бардин, вице-президент Федерации, когда-то тоже начинал со сборно-разборных и надувных судов, вырос большого их смена, но и про нас, не до яхтеров, не забывает. В этом году Волжско-Камская регата проходила при поддержке первого президента Республики Татарстан, Ментимера Шариповича Шальмиева. Думаю, никому не интересны сухие цифры отчетов о количестве участников, длительности этапов и другой подобной канцелярщине. Расскажу лучше немного о подготовке нашего катабарана. Благодаря Филиппу мы получили в свое распоряжение практически готовый корабль, к которому был пошит новый парус. С помощью друзей были изготовлены шверцы и множество полезных путешествий и вещей. Первое, что отмечаешь при знакомстве с их сменами, это люди не с планеты Земля. Видимо, отпечаток вечной морской вольницы делает их такими. На суше это бесшабашные гуляки с обветренными лицами, не признающие сухопутных условностей, но как только они ступили на борт своего корабля, происходит волшебное превращение в суперменов, заточенных на четкое исполнение своих обязанностей. И вот дан долгожданный старт регаты, и вся многочисленная армада двинулась в сторону острова Свиярск. Наш катамаран, ведомый пока еще не обкатанным экипажем, мужественно боролся со шквалистым ветром и сильным течением вплоть до займища, где, сломав оба шверца, полностью потерял управление. Как потом мы узнали, в тот день сошли с дистанции еще несколько судов. Скорость порывов ветра достигала 15 метров в секунду. Да, недаром про эти места нам рассказывал страшные истории старый адепт недо-яхтинга Миша Луковников-Супыря. Мы вернулись на базу и отремонтировали катамаран, рассчитывая присоединиться к регате на месте стоянки, но были остановлены темнотой и начавшейся грозой. На следующем этапе наш экипаж, закаленный борьбой с трудностями, полностью реабилитировался. В упорной борьбе с соперниками мы вырвали победу. Вот еще одно наблюдение со стороны. Есть такое понятие – пришельцы. Это те, кто приходят на нашу землю. По-моему, яхтсмены – это ушельцы. На земле им плохо, их там мутит, и они торопятся опять уйти в свою родную среду. День третий. Стартуем от гостеприимного берега яхт-клуба «Локомотив». В этот день переменчивым климатом нам был преподан очередной урок. Начался день, казалось, затяжным дождиком и полным штилем. К полудню штиль дополнился жгучим солнцем. А затем в течение 15 минут начался сильный ветер, не утихавший до конца дня. Здесь уже неоценимой была помощь бывалого шкипера Филиппа, присоединившегося к нашей команде. Заночевали мы где-то в районе Кордона, в одной из многочисленных в этих местах бухт. А после утреннего старта на долю нашего плюмбома выпали новые напасти. Мы стартовали первыми и, набрав крейсерскую скорость, наслаждались чувством свободы. Внезапно налетевший порыв Петра сломал нам грот Мачту и вернул нас в суровую реальность. У нас сломалась мачта, но все нормально. Только благодаря находчивости и спокойствию экипажа мы смогли закончить этап, соорудив из запчастей Бизань Мачту. На стоянке нам сообщили неприятное известие, что большинством голосов нас лишили участия в этом этапе, что, конечно, было несправедливо, но только еще больше сплотило наш дружный экипаж. Мы отремонтировали сломанную мачту и наутро, водрузив ее с помощью друзей на катамаран, продолжили плавание. И вот последний этап. На протяжении нескольких часов, безуспешно борясь с волнами и встречным ветром, мы приняли решение пристать к берегу, обсушиться и осмотреть заброшенные каменоломни. На траверзе Булгар мы объединились с другими катамаранами и красивым строем подошли к месту стоянки. Потом было награждение победителей, приветственные речи, дружные аплодисменты и культурная программа. Подводя черту под своими сугубо субъективными заметками, я выскажу, может быть, дилетантское мнение, что совершенно не важно, какой ветке яхтинга ты принадлежишь, ведь ветер, вода и солнце для всех. Продолжение следует... Я очень-очень-очень рад, что все-таки действительно по глупости или нет ли, ну как-то так. Дошел до финиша. Ну, дошел до финиша раз, и то, что осмелился, вообще, в принципе, наделал пантин. Не корысти ради, а то к моволею пославшей мя жены... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова